Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Хотя в конце предыдущего урока я сказал, что мы переходим к частностям, на самом деле то, о чем мы будем говорить сейчас, это основа работы WordPress. Поняв логику построения и взаимодействия контента, вы сможете сделать сайт практически любой сложности. Мы закончили на установке Кандинского. Вот так выглядит главная страница сайта. Я немного облагородил ее в перерывах между уроками. Все, что я сделал, я сделал вот здесь, в настройках. Практически каждая тема обладает своими первичными настройками и количество их зависит от того, что разработчики решили вынести в настройки. Непосредственно в Кандинском в настройки вынесено достаточно много всего. Но, как я уже говорил, мы не разбираем Кандинского в данном курсе, у меня по нему есть целая серия скринкастов, а рассматриваем правила общие для любой темы любого сайта. А поэтому сюда в закладку настроить мы больше заглядывать не будем, а перейдем к административной панели. Итак, на сайте у нас есть страницы. Например, вот, о нас. Это просто страница. И есть рубрики, страницы блога. Здесь они называются записи. Это тоже страница, где собрано несколько анонсов записей, на каждой вы можете кликнуть и перейти к самой записи. В админке записи у нас лежат вот здесь, в закладке записи. А страницы вот здесь, в закладке, соответственно, страницы. Сначала разберемся со страницами, потому что с ними все совсем просто. Итак, вот страница о нас. И вот она в админке. Подробнее про оформление страницы, как работать с редактором Гутенберг и, не побоюсь этого слова, с шорт-кодами, мы поговорим в одном из последующих уроков. Поэтому не обращайте внимание на то, что я добавляю и как вам сейчас нужно понять логику формирования контента. Добавляем новую страницу, какую-нибудь, пусть будет вот эта. Вставляем ее прямо целиком и WordPress достаточно мило подрезает все, включая оформление статьи. Еще нам нужно название. Все, сохраняем. Можно посмотреть, как это будет выглядеть. Кстати, красиво выглядит. Хорошо бьется с логотипом. Вот так, если подумать, чем это не готовый сайт. Оформление подписей, только он не подрезал. Слушайте, еще же и подвал тут есть. Красота! Итак, страницу мы посмотрели. Страница хорошая, у нее уже есть URL. То есть, в принципе, после публикации страница уже где-то в сети появится. URL, кстати, можно поменять. 185 — это не очень хорошо. Об URL мы тоже будем говорить в свое время. Сохраняем и можем публиковать. Если бы, кстати, у меня не было прав на опубликацию, а был бы я простым участником, мне бы нужно было поставить эту галочку, сохранить для утверждения и дождаться, когда редактор эту статью опубликует. Но так как я здесь администратор, я ее опубликую сам и сразу. После публикации страница сразу появляется в интернет. Но пока неизвестно где. Однако URL у нее уже есть, то есть мы можем скопировать его, вставить в адресную строку и попасть на эту страницу. Более того, мы можем где-то на сайте вставить эту страницу в виде активной ссылки. Куда-то в текст или повесив на баннер. Ну, в общем, куда угодно. После внесения изменений страницу нужно обновлять. Вот ссылка. Вот мы в они перешли. Но и это еще не все. Мы можем добавить эту страницу в качестве пункта меню и получим аналог страницы о нас или отчеты. Ну то есть сейчас мы сделаем то, что сделали разработчики Кандинского, создавшие страницу о нас. А для этого мы переходим в админку, внешний вид и здесь есть закладка меню. Вот главное меню. Это то, что мы видим на сайте вверху страницы. Мы видим, что пункт о нас ведет на страницу, отчеты и еще два пункта ведут также на страницу, а остальные ведут на произвольную ссылку. Произвольные пока оставим, разберемся со страницами. Вот они у нас слева. И более того, в самом верху здесь только что добавленное нами про искусственный интеллект. Отмечаем галочкой и говорим добавить в меню. Вот. В меню у нас появился еще один пункт, который также ведет на страницу. Название несколько громоздкое. Мы его можем немножечко подсократить. Все-таки это будет в меню. И все. Сохраняем изменения и смотрим, что у нас происходит на сайте. Вот у нас появился новый пункт. Будущее. И вот, что мы получаем при переходе. Сейчас ничего не получаем, так как мы там и находимся. Вот, что мы получаем. Таким образом, сайт состоит из оформления, шапка, подвал, какие-то виджеты, которые вы можете добавить справа или слева. Это относительно статичные части. Хотя, видите, меню, например, меняется. Статичные части формируются при разработке сайта. Мы этого не будем касаться в данном курсе. А вот уже страницы или записи — это динамичный контент. Вы можете его добавлять, удалять, оформлять как-то по-своему. Это как бы встраивается в заранее подготовленный шаблон и все вместе формирует сайт. Если изначальный шаблон у вас достаточно приличный, как, например, кандинский, наполнив его страницами и записями, вы получите вполне приличный сайт. Таким образом, пол-дела мы сделали, со страницами разобрались, осталось разобраться с записями. Но это уже в следующем видео.